Весна пришла в декабре. На предстоящих выходных синоптики обещают Новосибирске настоящую капель, аномально теплую погоду и дожди. Регион находится в зоне действия теплых воздушных масс атлантического происхождения. Ночная температура уже сегодня будет не ниже нуля. Местами столбик термометра опустится до минус шести, но на общую картину оттепель это не повлияет. Днем в выходные воздух прогреется до плюс двух градусов. При этом из-за аномального тепла на новосибирских дорогах уже появились лужи. В Новый год с новой квартирой жители поселка Барышево. Мы сегодня получили ключи от благоустроенного жилья. Это первые итоги работы новой администрации местного сельсовета. В Барышево сейчас находится наш корреспондент Алия Арзаева. Алия, здравствуйте. Ждем подробностей. Здравствуйте, Иван. Вот в таких полуразвалившихся бараках до недавнего времени жили люди в поселке Барышево. Сегодня первые 15 семей получили ключи от новых квартир. Это стало возможным благодаря действию программы расселения из ветхого и аварийного жилья, которое действует в регионе. Новый дом только начало. К сдаче планируется еще несколько домов, где часть квартир также будет выделена под расселение. Дом построили в короткие сроки, всего за 6 месяцев, а благодаря новой администрации Барышевского сельсовета стало возможным то, что Новый год жители встретят уже в собственных квартирах. Подробнее об этом я расскажу в вечернем выпуске новостей. Иван. Спасибо, Алия Арзаева, о новых квартирах для жителей Барышева. И к другим темам. Единая система 112 прошла государственную аттестацию. Правда, пока дозвониться на этот номер не получится, система работает в тестовом режиме, но уже готова к действию. Подробнее о том, когда запустится единый номер, расскажет мой коллега Борис Киргенеков. Он на прямой связи со студией. Борис, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Иван. Сейчас наша съемочная группа находится в главном узле центра обработки данных, системы 112. За моей спиной огромные серверы, которые в будущем будут обрабатывать десятки тысяч экстренных звонков, которые поступают от жителей всей Новосибирской области. Но пока система 112 работает только в опытном режиме, попросту в пробном. То есть сюда можно дозвониться только в том случае, если единые дежурные службы конкретного муниципалитета по каким-то причинам не могут принять звонок от пострадавшего человека. Если объяснить простым языком, по системе 112, то она станет таким разводящим между службами. То есть конечное время прибытия всех спасения в конечном итоге сократится чуть ли не больше, чем на 20%. То есть, естественно, может быть, звучат эти цифры не такими громкими, но это действительно десятки будущих спасенных жизней. Подробнее о том, что такое система 112, когда она заработает и когда будет готова к реализации в Новосибирской области, я расскажу в своем сюжете в вечерних новостях. Иван. Спасибо, Борис Киргенеков, о внедрении единого номера экстренных служб. Это новости дня. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Лента РУ сообщает, Роскомнадзор запустил в российских регионах, пока в тестовом режиме, систему автоматического сбора и анализа контента в интернет-СМИ. Система, по утверждению представителей ведомства, анализирует на предмет нарушения законодательства текстовую составляющую сайтов, а также комментарии и посты на форумах. При этом проверке подвергается и описание мультимедийных файлов. Внедрение системы будет завершено до конца следующего года, пока нарушители наказывать не будут, а ограничатся уведомлением об устранении недочетов. Предполагается, что это приведет к улучшению качества всех СМИ на территории Российской Федерации. Добавлю, что в соответствии с законодательством два письменных предупреждения от Роскомнадзора за год являются основанием для судебного иска о прекращении действия свидетельства о регистрации СМИ. Российская газета открывается статьей по заголовкам «Заплати по хрусти». В России может существенно подорожать еда тинейджеров, чипсы и сладкие газированные напитки. Депутаты предлагают ввести акцизы на эти вредные, по их мнению, продукты. Если законопроект будет принят, то стандартная 100-граммовая пачка чипсов в первый год применения этих акцизов подорожает минимум на 12 рублей, а цена за литр сладкой газировки вырастет минимум на 15 рублей. На второй год применения акцизы на эти продукты составит 13 и 16 рублей, соответственно. По замыслу авторов документа, от акцизов будут освобождены те производители, которые используют при производстве своей продукции меньше соли, сахара и жиров, ведь именно их переизбыток в пище приводит к необратимым последствиям для здоровья. И в ведомости пишут, группа российских музыкантов написала открытое письмо, в котором раскритиковала принятый Госдумой в первом чтении законопроект о регулировании концертной деятельности. Письмо было опубликовано Борисом Гребенщиковым на его странице в Facebook. Согласно новой депутатской инициативе, организовывать концерты в залах площади более 400 квадратных метров смогут лишь те, кого приняли в отраслевую саморегулируемую организацию. Каждый вступивший музыкант будет обязан платить ежегодные членские взносы 150 тысяч рублей. Представители музыкальной индустрии считают, что законы игнорируют интересы профессиональных организаторов, работающих на местном рынке. Музыканты просят остановить принятие этого законопроекта и доработать его с учетом требований тех, чьи интересы он затрагивает. И к другим темам. Обменять рубли на доллар и евро станет сложнее. Центральный банк России ужесточил правила покупки валюты. С 27 декабря операции по обмену наличной валюты в нашей стране должны будут проводиться не с упрощенной, как сегодня, а с полной идентификацией клиента. Сейчас достаточно предъявить паспорт. По новым правилам при обмене иностранной налички клиенту придется заполнить подробную анкету. Как следует из положения Центробанка, у клиента, кроме паспортных данных, должны будут зафиксировать ИНН, контактную информацию и сведения о финансовом положении. Правда, новые правила идентификации при обмене валюты будут действовать только в случае, если человек хочет купить или продать валюту на сумму более 15 тысяч рублей. Сегодня в музее Бересты отмечают древний славянский праздник зимнего солнцестояния. Считается, что теперь световой день будет становиться длиннее. Сейчас там находится моя коллега Кристина Лата. Кристина, здравствуй, ждем подробностей. Здравствуй, Иван. Я сейчас нахожусь в музее Сибирская Береста. Сегодня в день зимнего солнцестояния отмечается древний славянский праздник Спиридона Солнцеворота. Считается, что сегодня дни становятся длиннее, а солнце поворачивается в сторону лета. В старину люди в этот день водили хороводы, сжигали чучело, а также загадывали желание. Чтобы оно исполнилось, нужно покрутить вот такое вот колесо, которое считается символом праздника, и тогда все наши желания обязательно сбудутся. Чем еще запомнится этот праздник и какие приметы существуют в этот день, я расскажу в вечернем выпуске новостей. Иван. Спасибо. Кристина Лата из музея Бересты. И в завершение о спорте. Хоккейная Сибирь провела заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ в этом году. На этот раз новосибирцы встретились с Борысом из Астаны. Чем закончилось противостояние ледовых дружин, расскажет Алина Аверчук. После поражения Сибири в игре с авангардом в составе нашей команды произошли серьезные изменения. Так, на лед после долгого отсутствия вышли Дмитрий Моня и Иван Верещагин. Уже в начале первого периода сибирикам удалось реализовать большинство. Счет открыл Калли Ридерваль. Но после забитой шайбы команды начали грубую игру. В середине периода и вовсе до конца встречи был удален Артем Ворошила. Казахи воспользовались ситуацией и сравняли счет. Обе команды хотят выиграть. Вот такой накал страстей. Интересная игра. Ну, плохо сыграли на добивании. Пропустили гол. Но хорошо, что потом сравняли. Во второй 20-ти минутке Сибири удалось выстоять втроем. Дальше наша команда перехватила инициативу и уже не уступала сопернику. Голами во втором периоде отличились Максим Шалунов и Сергей Шумаков. А в заключительном отрезке игры наши оформили дубли и принесли в копилку новосибирцев еще две шайбы. В итоге Борис потерпел поражение с разгромным счетом 5-1. Всю игру команда от и до работала, именно командная работа, и мы выиграли этот матч. Каждый работал из-за себя, из-за того парня и самоотверженно принимали силовые приемы, поставлялись, как это говорится. После этой игры Сибирь вернула себе лидерство на Востоке. Следующий матч наши проведут уже на выезде. 27 декабря новосибирцы сразятся с Ярославским локомотивом. Алина Аверчук, Новости ОТС. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей ОТС в 18 часов. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова